Всем привет, всем доброго времени суток, у нас здесь ночь в Готике 3, я с вами Иван Сусанин, а все друзья нашего героя разбрелись по миру, теперь будем потихоньку их находить, я думаю где-то в далеких землях. Так как у меня сюжетная линия немножко прервалась, в том смысле, что я даже не знаю куда сейчас отправиться, потому что по сюжету все остальные задания, которые тут мне даны, я пока выполнить в принципе не собираюсь. Значит, у нас есть одна возможность, я хочу идти именно по этому пути, вот паладин, который сидит в башне Кабдуна у орков, он сказал, что он из Монтеры, и он сказал, что там орков тоже много, давайте сходим в Монтеру, по крайней мере мы что-то уже знаем о том городе, что там есть орки. Может быть орки там не так страшны будут нам, так что будем идти в процессе потихонечку, так, вот эти вот растения меня смущать будут, потому что по дороге они будут постоянно попадаться, наверное, и... Так, а куда идти, кстати? Есть карта, вот, Монтеру идти не самым легким путем, нужно обходить как бы через горы, сейчас пойдем в этом направлении, я не знаю, по-моему я иду правильно, да? А нужно сначала идти на северо-запад, вернее сначала на север больше, ой, на запад, потом, да, вот тут вот, нет, даже, наверное, на юго-запад сначала, а потом подниматься наверх уже в Монтеру будет проще, ладно. Пойдем, я пошел как-то ночью, может быть не очень безопасно будет, но с другой стороны, мне кажется, вообще нет безопасности в этом мире. Так, а патроны, стрелы у меня, по-моему, остались только такие. Такие, ну ночью, в принципе, они подойдут, так что я надеюсь, я не очень много буду встречать существ, таких как падальщиков и тому подобное. Ну, в принципе, падальщики не так страшны, потому что я все-таки, наверное, пока могу их громить без особых трудов. Так, кстати, вот тут у нас есть какая-то хижина, я не знаю, кто-то здесь когда-то жил, но она разрушена. Давайте посмотрим, кроме падальщика, кто-нибудь тут еще есть страшный? Там змея. Змея, это говорит о том, что, скорее всего, где-то там недалеко есть вход в пещеру. Такое предположение у меня. Так, ладно, давайте спустимся сюда, посмотрим, может быть, тут действительно что-нибудь интересное есть. Так, а, сундуки, смотри, я нашел два сундука, класс. Морковку, морковка, ну, может быть, как бы будет вкусно покушать ее. Хочется найти какой-нибудь суперский меч в этом путешествии. Просто я давно уже мечтаю о том, что я найду какое-нибудь вообще офигительное оружие, которое будет... Нет, здесь больше ничего нет, ну, как бы, больше я ничего не буду тут, наверное, обыскивать. Так, пойдем прямо туда. Я буду идти именно с луком, потому что, когда я иду с луком, мне гораздо виднее, что у нас впереди там. Иногда буду убирать, чтобы собрать там различные травки. Так, ну, пока... Вот, по-моему, дорога вон туда идет. Я немножко неправильно пошел. Хоть бы указатели какие-то... Ага, вон, указатель есть. Давайте посмотрим, что показывает этот указатель. На самом деле. Так, ну, как бы на нем, по-моему, ничего не написано даже. Вот, в роли факела мне будет еще... Блин, дорога еще куда-то ведет. А это, скорее всего, на Венгард. На нашу столицу. Ну, нашу, не нашу, но столицу. Да, прекрасный факел. Как раз вот именно такой вот. Так, растения. Кто нас ждет впереди? Пойдем по дороге вот по этой, наверное, все-таки. Я не буду пока сходить с дороги, потому что мне кажется... Шершень? Шершень это вообще опасное животное. На самом деле, да? Надеюсь, вы помните об этом. Так, давайте противоядие. Есть же у меня вроде должно быть противоядие. Давайте его поставим. Может быть, на всякий случай, когда этот шершень на меня нападет, я могу его использовать. Вот он как раз стал не вовремя там. Ладно. Давайте сохранимся здесь. Мне кажется, дальше уже будет проще. В принципе, можно по дороге просто бежать. Тупо бежать. Вау. Сгоришь? Нет. Не хочет сгорать. Ну, три стрелы, к сожалению, я потратил. О, вот там еще и волки есть. Слишком близко подходить не буду. Ну, блин, с шершня пока ничего не выпадает. Ладно. Тогда, может быть, все-таки будем пока использовать... ...наш меч против одиноких волков, если они будут нам попадаться по дороге. В общем-то, не хотелось бы убивать волков пока, потому что с них шкуры довольно хорошие могут спадывать, да? Так, ладно. Тогда давайте пойдем потихонечку вот эту волка трогать не будем. А там что? Там сундук. Но мне кажется, тот сундук мне не вскрыть будет. Ладно, мы сюда еще вернемся. Там, по-моему, какая-то пещера есть. Я сейчас в пещеру идти не хочу. Я сейчас просто хочу дойти до этой самой... О, вепель. Я надеюсь, я его не зацеплю. Я просто хочу дойти до Монтера. В принципе, у меня больше никаких других задач сегодня и желаний нету. Ну, или, по крайней мере, найти какие-нибудь новые квесты, которые можно найти по дороге. Так, тихо. Звук меня, блин, так смущил. Смутил вот этот. Так, еще одна дорога. Вот эта, наверное, на Монтеру идет, да? Нет, это на этот. А, наоборот, на Ордею. Так, если так часто будут встречаться эти шершни, блин, у меня не хватит патронов на них. Издалека. Гасить их. Да умирай же ты, елки-палки. Воу. Сзади еще один. Фу. На самом деле, блин, пока он горит, все-таки я как-то боюсь. Я не знаю. А, вот. А, да, указатели, кстати, показывают. Этот путь на Ордею. А вон тот указатель. Сейчас посмотрим, на что показывает. Мне хочется все-таки дойти... Да, там был шершень еще один. Хочется дойти таки... До Монтеры. Ну-ка. Венгард. Нет, я в Венгард идти не хочу. Значит, мне немножко не туда. Мне надо вот в том направлении. Там потому что где-то был еще указатель, по-моему. Так. Все-таки очково немножко идти по ночному... По ночной территории. Так, вот это выход... Куда у нас? Кабдун. Кабдун я не хочу. Так. А вот это показывает у нас именно дорогу в Кабдун, да? Кабдун мне не надо. В обратном направлении тогда куда мы идем? Ямар. Кто такой Ямар? Давай узнаем. Интересно. Скорее всего, он не бандит, потому что он одинок. Он одиночка. Давайте спросим у него, кто он и что он тут делает. Тут так темно. На улице, да, главное? Ну-ка, тут у него ничего нет? А, он проснулся. Ты опоздал. Теперь все пропало. Что? В чем твоя проблема? В чем твоя проблема? Посмотри, что творится на улице. Бандиты все у меня отняли. Будь проклят, Артега и его банда. А, так он где-то здесь, недалеко, что ли? Что они у тебя украли? Что они у тебя украли? Я вез пять ящиков лампадного масла в Ардею. Бандиты Артеги отняли у меня все ящики. Без масла я разорен. Про бандитов я, кстати, помню, да? А, так. Этот Артега, что он из себя представляет, кстати? Этот Артега, что он из себя представляет? Очень интересно. Артеге наплевать и на орков, и на кого бы то ни было. Ну, бандит, короче, да? Он наводит ужас на весь прибрежный район. Его бандиты убивают и грабят без капли жалости. Но пока я... Кто-то должен преподать им хороший урок. Блин, их, наверное, много. Их, наверное, много. И как-то неохота так сразу на них нападать. Я думаю, я когда буду готов, тогда обязательно пойду на них. Чтобы сразу рубить десятками их вправо и влево и вправо. Вот там, наверное, как раз где-то была пещера внизу. Где-то там он, наверное, и находится. Так. А где сейчас Артега? Эта сволочь наверняка прячется в каком-нибудь разбойничем притоне здесь, на побережье. Если бы я знал где, я бы натравил на него орков. Ясно. Понятно, всё с тобой. Что ты теперь будешь делать? Что ты теперь будешь делать? Ёмор. Понятия не имею. Не имеет понятия. Дожидаюсь чуда. А ещё лучше. Первого орочьего патруля, который отправит меня на шахту. Эээ, да ладно ты. Я верну тебе твоё ламповое масло. Я верну тебе твоё лампадное масло. Лампадное. Не разжигай надежду у отчаявшегося человека. Расслабься. Ну, если ты действительно найдёшь моё масло, я не останусь в долгу. Хорошо, обязательно найду. Меня всегда смущает в игре вот именно лесные чащи. Там чаще всего бывают в этих чащах лесных разные... Да, исчезни. Так, давайте посмотрим, куда дорога ведёт. Всё-таки в этих лесах мне немножко стрёмно. Так, Монтера. Вот, как раз Монтера в том направлении. Смотрим. Так, по направлению Монтеры... Ну, далеко ли я уйду? Нет. Всё-таки, я надеюсь, куда-то меня это всё приведёт. Я сейчас не хочу встречаться ни с... Заяц. Заяц. Прикиньте, заяц. Офигеть. Есть зайцы, да? Воу. Дикий вепрь. Вот тут вот опасно. Так. С этой стороны нету вепри. Там олень. Как бы тут можно, в принципе, спокойно падальщик пройти. Пройти, но всё равно неприятное, скажу вам. Вепрь. Дикий. Падальщик. Падальщик тут один. Оно... Тут есть ещё и вепри, блин. Ладно. Вепря мы не зацепим. Хорошо. Хорошо. Нам падальщика одного хватит. Отличный удар. О! Кто-то ещё? Блин, я напугался именно... Это не только угроза, да? Так, вот эта музыка, но ещё и когда я угрожаю кому-то, это тоже как бы входит сюда. Так, трусливые гоблины. Интересно, а... Они для какого-то квеста нужны или что? Ну, я тоже не хочу с ними пока связываться. Я потом. Потом я с ними разберусь. Обязательно, я думаю, будет какой-нибудь квест. О! Я что-то нашёл. Какое-то поселение. Вы кто? Что же это? Повстанец. Сперва передохнул. Стой! Ни шага дальше! Ты кто? Ты чё боишься? Не бойся, я тебе ничего не сделаю. Не бойся, я тебе ничего не сделаю. Слава Инносу! Я уж подумал, что ты один из этих подлых наёмников-орков. Ты не боишься, что орки тебя поймают? Ты не боишься, что орки тебя поймают? Орки шумные и неосторожные, когда идут через лес. Я их за 500 метров слышу. Единственное, что меня заботит, это чёртовы гоблины. Ты боишься гоблинов больше, чем орков? Ты боишься гоблинов больше, чем орков? Это хорошее вопрос. Больюсь. Я не боюсь. Гоблины прокрадываются по ночам в мой лагерь и растаскивают всё моё имущество. Где-то поблизости должно быть целое гнездо этих трусливых гоблинов. А, ну вот только что видел я их, да? Хорошо. Расскажи мне об этой местности, где мы сейчас находимся. Это дикая глушь. Ни одного города поблизости. Горы на севере отделяют прибрежную область от Срединного Королевства. Если ты пойдёшь по дороге на запад, то когда-нибудь достигнешь Монтера. Когда-нибудь я хочу туда. Естественно, если бандиты прежде не перережут тебе горло. Там бандиты, что ли? Так. Так-так-так-так-так-так-так-так. Сколько ты мне заплатишь, если я разделаюсь с гоблинами? Сколько ты мне заплатишь, если я разделаюсь с гоблинами? Я чисто возьму задание. Имеешь ввиду, если мне не придётся постоянно следить за своими пожитками? Я пока не буду, но... Я бы сказал, что это будет стоить 100 золотых монет. Ну, хоть что-то. Ладно. Я разберусь с трусливыми гоблинами. Я разделаюсь с трусливыми гоблинами. Ну, тогда удачи. Гоблины чертовски проворные маленькие сволочи. Я думаю, я наберу сейчас заданий побольше. Иначе они тебя сразу прикончат. Ну, да... Ага. То есть, надо по одному так же их выцеплять, да? Хочешь небольшую сделку? Хочешь небольшую. Ты торговец? Зависит от того, что у тебя есть. Будь здоров. Покажи мне свои товары. Покажи мне свой товар. О! У тебя есть лук вроде моего, да? У тебя есть стрелы. 1300 тоже как бы, ну... Я, кстати, купил на все деньги стрел. Для чего? Сами понимаете, для чего. Мне эти стрелы скоро понадобятся. Очень в больших количествах. Ну, конечно, не сейчас, потому что сейчас я с гоблинами разбираться не буду. Я, знаете, что хочу сейчас делать? Я просто хочу сейчас чисто дойти до монтеры. Ну, я возьму, конечно же, заданий как можно больше. Так, тут больше ничего нету. Я думаю, они будут против, если я в их сундуки полазаю, да? Наверное, все-таки не стоит этого делать. Когда-нибудь придем до монтеры. Наверное, все-таки отправимся туда. А уже потом, когда я прокачаюсь, я буду разбираться с разными... С группой разных тварей. Так, а там кто такой бежит? Там кто? Ящерица, заяц. Фу ты, блин, напугал. Дикий вебрь. Кстати, с какой стороны я иду? Вон, стой, да? Монтера у нас в том направлении, получается. Так, я, похоже, заблудился. Монтера у нас в том направлении. Подожди, нет, вот она. Вниз немножко, потом вверх. Ладно, давайте пойдем туда, в сторону монтеры. Я надеюсь, что мне никто страшный там не попадется по дороге. Если и попадется, то... Олень. Так, дикий вебрь прямо на меня бежит, блин. Не знаю, может, все-таки его стоит убить. Никто мне больше не будет угрожать. Надеюсь, что нет. Кстати, у меня же есть патроны. Че я гоню? Ну, я же только что вам сказал, что Яна покупал целую кучу стрел нормальных. А сам же занимаюсь ерундой. Ай-яй-яй! Еще одна вонючая тварь! Еще одна из этих тварей! Все, я убил его. Не ссы, все нормально. Мясцо немножко возьмем. Ох, как я люблю эту игру. Я не устану повторять вам. Так. Даже от первого лица можно с луком ходить, да, получается? Так, ну так даже будет, наверное, интереснее, красивее, как бы, смотреться. Можно собирать, между прочим, травки разные. Пока ни на кого не нарвался я тут, блин. Может, придется бежать где-то впереди. Падальщик. Падальщик. Так, он один? По-моему, да. То есть он не так страшен мне пока. Так. Иди сюда, падальщик. Блин. Как-то я все равно больше предпочитаю прокачиваться луком. Ну, более безопасно, что ли. Поэтому, наверное, ой, соскользнул немножко со своего пути. Так, ладно, идем дальше. Тут какой-то сундучок. Надеюсь, никого тут рядом нет. О, кого-то слышу. Тихо, кто-то здесь был. Кто-то был. Вот кто-то был. А кто? А, там ящерица, блин, пугает. Так. Ржавый боевой топор. И сундук есть. Класс. Посмотрим, что в сундуке. Одиноком, ненужном сундуке. Ну, ничего особенного. Ладно. Утреет. Наступает уже утро. И как бы уже не так страшно ходить. Да, сами понимаете. О, там впереди еще падальчик. И даже не один. Да. Ну, давайте, наверное, все-таки попробуем. Блин, мимо. Да что ж такое. Так, ладно. С падальчиками будем разбираться. Однозначно. А, ух ты, три. Я, офигительно, я одного сразу, двух сразу с одного выстрела зафигачил. Вообще круто. Но они, правда, меня тоже покоцали немножко. Вообще офигительно. Классно. Красота-то какая. О, Господи. Так, никого нету. Пока жареным тушеным мясом будем питаться. Пока такая возможность есть. Почему бы нет, да? Экономим зелья. Зелья и так почти нету. Одно осталось. Ну что ж, направлением антеры я все равно когда-нибудь, наверное, дойду. Так, кстати. Далеко идти еще? Да, еще путь очень неблизкий, как бы я сказал бы вам. Но я еще раз говорю, что у меня сегодня серия именно подсвечена тому, чтобы я добрался. Змея, блин. В сторону антеры. Если что, придется убегать. Я бежать готов. А, Господи. Как страшно-то, а. Так, тут какие-то... Заяц. Нет, не страшный. Заяц, ты не страшен. Ну, немножко страшен, конечно. Три зайца. От зайцев тут целая куча. Я там видел даже... Где-то оленей целое стадо. Там штук пять, наверное, было оленей бежало. Я их просто гнал по дороге. Но трогать их как бы не стал. Так, солнцегляд. Интересное растение, солнцегляд. Так, там олень. Не пугайте меня, пожалуйста, оленей. И зайцы. А то что-то... Кто там воет? Не волк, случайно? А? Вы слышали? Так, а тут еще одна пещера. Оу, там гоблины. Офигеть, сколько крови. Я сегодня не пойду туда. Хе-хе. Сегодня не моя задача такая. Оу. Нифига, он издалека на меня идет. Он издалека меня заметил? Так, ладно. Уходим. Он за мной не пойдет? Там вепрь. Все, по-моему, они отстали от меня. Все, хорошо. В сторону Монтеры. Оу, прямо на дороге. Ну, как не вовремя мне этот вейпор встретился? Давайте его все-таки завалим, наверное. Надеюсь, он один. Все, убил. То есть, не зря я набрал, сами понимаете, с собой стрел на все деньги, которые у меня были. Потому что дальнее путешествие само по себе не так уж просто. Сейчас вот эти вот задания, которые впереди ждут меня, которые я набрал, да, кучей. Потом я буду только выполнять. Просто хочу дойти до Монтеры, посмотреть, что же это такое. Монтера. Главную цель я себе сегодня определил. Идем в сторону. Так, там кто такой был? Шершень. Нет, Шершень. Последнее дело, чтобы с ним встречаться опять же. Заяц. Так, это звуки, блин, мне не нравятся. Офигительно, какие-то страшные звуки тут происходят. Заяц. Заяц, смотрите, меня не боится. Интересно, а что выпадает из зайца? Отлетел такой. А, только мясо. Крольчатинка. Прикольно. Скажу я вам. Так, а кто там был? О, мост. Офигеть. Мы дошли до какого-то моста. Ну, если что, я побегу туда, да, если кто-то тут встретится по дороге. Шнык. О, Шнык, я помню, кто ты. Шнык. Шныги, я вас тут там где-то валил целыми кучами, но здесь как бы не то место. Так, ладно. Шнык, я трогать тебя не буду. Это направление Монтеры. Да, правильно. Смотрите, мы идем в сторону Монтеры, и сегодня к какой-то хижине я приближаюсь уже. Интересно, что там за хижина? Кто там есть? Раб? Там, наверное, орки. Так, вот это что за растенница? Кровавый тростник. Угу. Раб. Наемники. Я вижу наемника. Так, давайте пообщаемся вот с этим парнем. Он наемник. Постер. Минуточку. Доминик. Я тебя тут еще ни разу не видел. Я первый раз здесь. Только не говори, что ты удрала торков. Ты о чем это? Я здесь проездом. Я здесь проездом. У тебя такой вид, как будто ты что-то натворил. Ты явишься в течение трех дней к Марику, предводителю наемников орков в Монтере. Или тебе не сдобровать, ясно? А что случится? Ах ты гад. Ты, короче, на три дня меня... Ладно. Хорошо. Как мне дойти тогда до Монтеры, скажи? Как мне дойти до Монтеры? Если пойдешь по дороге на север, ты берешься быстрее. Но на тебя наверняка нападут бандиты. Там бандиты есть. Тебе лучше пойти по дороге на запад. Почему? Она, конечно, длиннее, зато безопаснее. Понятно. Хорошо. Я, наверное, так и сделаю. Покажи мне свои товары. Что у тебя есть? Покажи мне свой товар. Да. Не очень оригинальный, конечно. Вот это что у нас? Бутылка с молоком или что? А, пустая бутылка. Угу. Ладно. У тебя я ничего пока брать не буду. Как бы у тебя денег тоже куры не клюют. Я смотрю. Как бы ничего хорошего продать, ничего хорошего купить. Хорошо. А ты один здесь? Да. Больше ничего. Значит, он мне сказал, знаете что? Что если я пойду туда, там будут бандиты. Если пойду. Но очень быстро дойду. Если пойду в обратном направлении. Это что такое? Палки какие-то? Палка. Ничего нету. Никаких сундучков. Если пойду в обратном направлении, то... Вот Мандера. Если я пойду вон туда, то путь будет гораздо длиннее. Но... Вот видите, в обход. Но это безопасный путь. А здесь короткий, очень короткий. Но тут бандиты на каждом шагу. Давайте посмотрим, где же ближайший бандит. Есть. И насколько они страшны. Вау. Там целая башня вон. Видите? Вышка стоит. Интересно. Они серьезные там ребята, нет? Может они меня не тронут? Как вы думаете? Слабый бандит. Но они как бы ко мне настроены, по-моему, очень скептически. Но я знаете, что боюсь? Что там их вообще целая куча. И мне даже стрел не хватит тех, которые у меня есть. Так что давайте все-таки, наверное, следующую серию. Ну, главное нам за три дня успеть до Монтеры дойти. Потому что нас убить могут эти самые орки. А пока я присяду здесь и пойду в обратном направлении. Но туда я не знаю, там насколько безопасен будет этот путь. Но он будет длиннее, это точно. Так что давайте заканчивать именно сегодня здесь. Подписывайтесь на канал. Ставьте свои лайки. Все только начинается. Пока, ребят. Пока.